Мы влюблены в Тебя, мы поклоняемся Тебе. Мы провозглашаем небесам и аду о том, что Ты, Иисус, наш Мессия. Аллилуйя! Давайте! Иисус, наш Мессия. 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 Спасибо Тебе, Господь. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо группе прославления. Поклонение – это выражение Твоего Духа. Иногда мы забываем о том, что человеческий Дух работает как виолончель. Человеческий Дух сотворен, чтобы поклоняться Богу. Поклонение – это величайшая форма служения, которая только возможно. Потому что поклонение – оно вокруг Бога. Уровень нашего поклонения равен уровню того, что мы можем принять. Аминь. Я не думаю, что Господь заинтересован в музыке или в пении. Господь заинтересован в поклониках. Именно поэтому люди, вы так благословлены и замечательной командой прославления. Но люди, как я, которые путешествуют по всему миру, мы работаем с разного рода командами прославления, которых вы себе представить не можете. Кто-то мне сказал, Сюзен, почему ты не путешествуешь со своей командой прославления? Я говорю, а что тогда насчет местных? Аминь. Аминь. Я лучше буду поклоняться вместе с местными людьми, и мы вместе войдем в присутствие славы, чем приедут со своими, и только мы затронем Божью славу. Сами. Поклонение – это стиль жизни. Это не песня. Это не только то, что мы делаем в церкви. Поклонение – это стиль жизни. Аминь. Я еще не проповедую, я просто вам с вами поздоровалась. Сегодня утром я хочу, чтобы мы с вами отправились в то, что однажды радикально изменило мою жизнь. Люди, можете спросить у моей команды. Моя жизнь очень простая. Самое драгоценное, все, что у меня есть, это в Боге. Самое важное, что у меня есть, то, что для меня ценнее, ценнее, чем полгорода придут на наше собрание. Это 5 утра. Хотите встретить настоящую Сузет? Хотите встретить настоящую Сузет? На моей голове взрыв, как на макаронной фабрике. Это настоящее я. И там, в 5 утра, там, где есть только Бог и я, в том месте, только Бог, только Иисус и я. Это реальность. И знаете что? Это и настоящие вы. Зачастую мы теряем интерес в молитве. Знаете, что я думаю? Я думаю, что мы делаем это, потому что фокусируемся на том, что мы хотим, а не на Боге. Давайте я повторю. Знаете, почему люди так быстро теряют страсть, ревность по молитве? Это все потому, что, когда мы молимся, так часто мы делаем то, что мы хотим. Мы хотим помолиться за то, что нам нужно помолиться. Это и есть наша цель в молитве. Вместо того, чтобы просто проявлять свою любовь, быть влюбленными в Иисуса, сосредоточиться на Нем и позволить Ему любить вас. Я думаю, что церковь должна влюбиться в Иисуса Христа снова. Аминь! Давайте скажем это еще раз и скажем это вовне. Я думаю, что пора пришла для церкви влюбиться в Иисуса еще раз. Я думаю, что для церкви пришло время еще раз влюбиться в Иисуса. Для церкви пришло время влюбиться в Иисуса Христа снова. Аминь! Аминь! И именно поэтому мы порой теряем вот эту остроту в Духе. Этим утром, очевидно, я буду говорить с вами о молитве. Да, я евангелист, но позвольте мне сказать вам что-то. Вы ничего не увидите в естественном, пока не промолите это в духовном. Когда мы смотрим в Евангелие, в последние семь дней Иисуса, именно это описывает книга Иоанна. Я уже 34 года служу полное время. Один из ваших пасторов сказал мне, когда я первый раз тебя увидел, я был еще подростком, я сказал ему, слушай, парень, ты заставляешь меня чувствовать женщиной с каменного века. В следующий раз на небе уже, когда он меня увидит. Но я 34 года уже в служении полного времени. И я думаю, чем дольше я вхожу с Иисусом, тем проще становится моя жизнь. Чем больше я сфокусируюсь на Иисусе и только на Иисусе. Аминь. Аминь. Я лично, самое драгоценное, это просто быть Дочерью Божьей. И когда мы смотрим на то, чему Иисус учил своих учеников. Когда я, кстати, вышла из этого, встала с инвалидного кресла, Бог стал говорить со мной о молитве таких вещах, которые для вас, быть может, что-то особенное, а может быть и нет, но для меня это было очень свежо. И даже в тот самый момент, вы можете спросить мою команду, я сейчас вообще другая, вы можете спросить у моей команды, это моя Библия. Я беру с собой Библию, которая без всяких заметок, без библейских учений. И я начинаю читать Библию сейчас с самого начала с бытия. И я использую Библию без всяких подчеркиваний, без всяких анализов. Я сказала, Господь, я буду читать эту книгу, как будто я никогда раньше не читала. Я хочу, чтобы ты говорил ко мне из каждого стиха. И я научилась такому. Пастор Ульфу, кстати, это не говорите, то, что я сейчас скажу. И, пожалуйста, в видео это не вставляйте. Но даже когда я приехала на эту конференцию, я взяла свои проповеднические записи, и я опять отложила их в сторону. И я сказала, я не буду брать с собой проповеднические заметки. Так легко впасть в хлеб вчерашний. Поэтому сегодня утром я сказала Господу, Господи, куда мы сегодня направляемся? Слава Богу за ваших технических людей. Ваши люди, они быстро печатают и делают проповеди на слайды. Но когда ученики пришли к Иисусу Христу, когда Иисус сказал им в тот день, что он собирается уже умереть, мы не читали, что они сказали к Иисусу, как вы еще раз научились? Как вы изменили воду в вино? И они тогда не стали с ним говорить, слушай, Иисус, а мог бы ты еще раз повторить, как ты вот это воду в вино превратил? Они сказали так, Иисус, 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 быстро им научиться ходить по воде, пожалуйста, научи нас. О, Иисус, Иисус, мы хотим мертвых воскрешать, пожалуйста, покажи нам. Нет, что они сказали? Они сказали, научи нас молиться, потому что, потому что они видели, что каждый раз, когда Иисус делал чудо, это пришло от тех взаимоотношений, которые у него было с отцом. Аминь! 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 Точно так же и сегодня. Да, есть разные помазания. Но ученики пришли и сказали, научи нас молиться. И тогда Иисус поворачивается к ним, и в Луки 11 главе он говорит, «Просите, и будет дано вас». Вы знаете это местописание. «Ищите и найдете, стучите, и вам отворят». Но когда ты читаешь это слово на греческом языке, это слово «стучать» — это не просто «стучать», это «стучать», это «тарабанить». это «тарабанить», «тарабанить», прям громко-громко стучать. Аминь! Но мы христиане, с момента мы чуть-чуть надавили, чуть-чуть помолились, и не пришло к нам чудо, мы сразу же сдаемся. Мы сдаемся и думаем, «О, ничего не происходит, это не работает». Но когда Бог говорит, «Давай, дави, тарабань, еще сильнее». Скажите «Аминь». Скажите «Аминь». Аллилуйя! Вот такой я была в том инвалидном кресле. Я тарабанила по утрам и тарабанила по вечерам. Стучала, как только могла. я выйду из этого кресла инвалидного. Я буду ходить во имя Иисуса Христа. Я провозглашала это. В 95-м году, это мое свидетельство. В 95-м году я была парализована раком. Бог, свидетель, я умирала от рака. Когда докторы исследовали меня, они сказали, «Мисс Хаттен, мы должны оперировать вас немедленно». Я сказал, «Доктор, я дитё Божье». Мне нужно сначала услышать об этом, потому что я готовилась. Они сказали, «Мисс Хаттен, у нас нет времени. Нам нужно оперировать вас сейчас». Я сказал, «Доктор, пожалуйста, мне нужно время». «Мне нужно время». А она говорит, «У нас времени нет». Но вот в этот момент я обычно упрямый становлюсь. Я упрямый очень. Я посмотрел ему в глаза и сказал, «Итак, доктор, это мое тело, поэтому мы будем ждать». Поэтому я взяла молитву, пост на неделю. Меня помазали так часто елеем, что его можно было с меня уже собирать. Но я не исцелилась. И мы еще молились. И докторы сделали операцию. Но прежде чем они сделали операцию, я сказал, «Доктор, пообещай мне, пообещай мне, что прежде чем ты будешь делать эту радикальную операцию, ты еще раз проведешь тест». Он говорит, «Да мы не должны». И я сказал, «Доктор, пообещай мне». Он говорит, «Нет, я не буду». Я сказал, «Доктор, пообещай мне». Он говорит, «Я эту женщину не заставлю заткнуться». Поэтому он пообещал. Пока я была под анабиозом, в смысле, он вспомнил, в общем, свое обещание, когда я уже была. И он решил перед своим персоналом еще раз меня исследовать. Я проснулась. Он подошел ко мне и сказал, «У меня хорошие новости для тебя. У тебя нету рака». Но все становилось хуже и хуже и хуже. Лучше-то не становилось. Я стала такой слабой, что даже не могла одеваться. Но вы знаете, люди, нам нужно стучать еще сильнее. Нам нужно давить немножко и в себя самих вталкивать в присутствие Божье. Да, Бог пригласил нас, чтобы мы ходили смело с Ним. Но иногда нам нужно продавить наши чудеса. В Индонезии, в Мадане, я пообещала людям, что я сделаю для них крузейды, семинары. И я подошла к Райнхерду и сказала, «Райнхерт, пожалуйста, позволь мне поехать». Райнхерт, мой духовный отец, я почитаю его и его жену. Это просто уважение к ним. А он говорит, «Сузан, я не могу тебя отпустить. Вот посмотри на себя, ты даже волосы себе расчесать не можешь». Я сказала, «Пожалуйста, Сузетта, Сузетта, я не могу. Пожалуйста. Господь, поговори с ним, пожалуйста. У тебя это лучше получится, чем у меня». Поэтому Райнхерт помолился. Несколько дней спустя он пришел и сказал, «Пусть это будет, если будет твой последний семинар». И я всегда говорил, «Умру в Индонезии, если умру». Это мой второй дом. Поэтому Райнхерт сказал, «Хорошо, я тебя отпущу». И я поехал, и некоторые из работников поехали мне на помощь. Но иногда, люди, мы должны молиться за определенные вещи. Когда Бог говорит, «Сфокусируйся на мне». «Сфокусируйся на мне». А не на том, что ты хочешь. Не на том, что тебе нужно. Ищите прежде всего Царство Божьего, написано. Именно поэтому там говорится о том, что не переживайте о том, что вам есть, или о том, что пить, или о том, что он носит, но всегда переживайте о том, что Царство Божье. И молитесь об этом. Амин или ой. Я поехала. И я помню тот день, когда я вылезла из кровати. Я лежала на полу и взывала, «Иисус!» Радикал для тебя? Я умираю. Я умираю. Ты думаешь, мне было дело до этого? О том, что люди думают, я умираю от рака. Иисус! Иисус! И там, на том полу, у меня не было и сил достаточно, чтобы молиться. У меня были силы только поклоняться. И меня оттуда подняли и понесли меня на то собрание. Помогли мне встать прямо. И мы поклонялись Богу. Люди, если бы вы только поняли, наши жизни были бы совершенно другими. Если бы мы только могли понять, что наша молитвенная жизнь, она не связана с методом, ритмом или какой-то тропой, определенной в молитве или тем, что мы хотим. Если бы мы только могли понять, что молитва — это любить Бога. И я поклонялась там, стояла. Вдруг слава Божья пришла, как облако. Люди видели, как оно закатилось, Божья слава закатилась на собрание, как облако. И как это облако катилось, люди смотрели, и они начали кричать. И я, честно говоря, не поняла, что вообще происходит. Я схватила моего переводчика за руку и сказала, «Слушай, что происходит?» Помните, я не могла хорошо стоять, поэтому мне помогали стоять. И в момент, когда я схватила его за руку, вот так, он упал на пол. Я говорю, «Дайте мне другого переводчика». И они притащили еще одного. Я говорю, «Что происходит?» И он тоже упал. Я говорю, «Люди, скажите мне, что происходит вообще здесь?» Люди кричали, кто-то бегал, кто-то выбегал, кто-то забегал. У нас был святой хаос там. Аминь. И тогда пастор подошел, но вообще-то стал чуть подальше от меня. Она говорит, «Сестра, Бог исцеляет людей. Слепые видят. Хромые ходят. Демоны проявляются. Было замечательно просто. Я подумала, «А моя боль?» «О, ее нет!» «Ее нету!» «Аллилуйя!» «Аллилуйя! Аллилуйя! 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 Аллилуйя!» «Совершенно исцелена!» Я могу сказать, как и слепой. Однажды я была слепа, но теперь я могу видеть. Однажды я умирала от рака, а сегодня уже 15 лет. Я совершенно чиста от рака. Когда ты будешь взывать к Иисусу? Давай, 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 давай! АПЛОДИСМЕНТЫ Понимаете? Это это давление, стучать, давить, эти взаимоотношения с Богом. Сейчас есть причина, по которой мы не видим, многие не видят этого прорыва. Это потому, что наша молитва сфокусирована на том, что нам нужно, на церкви, на фонде здания, на зарплатах, на детях. И о том и о сём мы молимся. Именно это неправильно. Мы теряем эту остроту в духе. Мы теряем это откровение. Мы теряем эту остроту в Боге. Мы теряем эту ревность, страсть и огонь. Из-за того, что наш фокус, он на том, что мы хотим. Вместо того, чтобы просто поклоняться Богу. Аминь. Аминь. И в том инвалидном кресле я обнаружила, больше и больше поняла. Простите за то, что я повторяю. Особенно для тех, кто не был вчера вечером здесь, повторюсь. Божье слово было таким ясным. Я хочу поторопиться чуть-чуть, потому что главные вещи хочу сказать. Вчера мы говорили в 19 главе Иоанна. Извините, в исходе в 9 главе. Пожалуйста, следуйте за мной очень быстро. Бог хочет, чтобы весь его народ был народом поклонения, народом священников, которые следуют за Богом. И мы видим, что это не сработало. Мы видим, что Аарон пришел, как я сказал вчера вечером. Простите меня за то, что я повторяю. Мы видели, что и у Него не получилось. Потом Иисус пришел. Нас идеальный первый священник. И Он заплатил цену. Он воскресил из мертвых. И Он восстановил нас к оригиналу, плану Божьему. И я не хочу потратить свое время на это сейчас. Но вы должны понять, что есть одно, что изменил Иисус. Сейчас у нас проблемы начинаются, я знаю. Я слышу некоторые учения. О, Иисус, зазвони в звонок так, чтобы Бог вышел из святого святых. По всему миру ты слышишь. О, Иисус, зазвони. Чтобы Бог мог выйти из святого святых. Со всем уважением. Со всем уважением. Я не соглашаюсь с этой теологией. Бог никогда не был в святых святых. Небо. Извините, земля и его престол. Бог открыл, разорвал завесу не для того, чтобы он мог выйти, а для того, чтобы мы могли зайти. Еще раз. Бог разорвал завесу не для того, чтобы он мог выйти, а для того, чтобы мы могли зайти. Еще раз. Бог разорвал завесу для того, чтобы мы могли зайти, а не для того, чтобы он мог выйти. Аллилуйя! Чтобы ты и я, чтобы мы могли смело приходить в присутствие Божье. Именно поэтому завеса была разорвана. Чтобы мы с тобой могли заходить свободно в присутствие Божье. Чтобы Бог мог говорить. И поэтому сегодня мы можем смело приходить в Его присутствие. И Иисус изменил что-то раз и навсегда. И это важно. Мы все знаем это местописание. О, мой храм, это тело... Извините, мое тело это храм Духа Святого. Это, друзья мои, означает о том, что ты являешься священником в своем храме. И ты ответственный за этот храм. Слушай, посмотри на них. Ты думаешь, они им не верят вообще? Ты что думаешь? Я думаю, они верят. Скажи, пожалуйста, еще раз. Ты являешься храмом. Именно поэтому ты ответственный за свой собственный огонь. Ты ответственный за свою остроту в духе. Ты ответственный за свое помазание. Не твой пастор. Не твой лидер. Ты никого не можешь обвинять. Ты ответственный священник за свой храм. Скажи соседу, слушай, вообще-то она к тебе говорит. Аминь, аминь, и еще раз аминь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Аминь, аминь, аминь. 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 Именно поэтому мы никогда не можем обвинять никакую программу, никакого пастора. Да никого мы не можем обвинять за то, что нету страсти, за остроты потока в нашей собственной жизни. Никого ты не можешь обвинять. Ты являешься храмом. Это означает, что ты теперь царственное священство, святой народ. Это означает, что ты ответственный за свет, за жизнь, за молитву, за хлеб, за свежесть, за остроту, за ревность и за огонь. Аминь. Ты отвечаешь за это. Нету никакой тропы, системы, нет даже народа. Не бывает такого, что огонь внутри твоей жизни горит меньше из-за того места, где ты находишься. Нет, Дух Святой сам является огнем. Он везде, Он повсюду. И Он там, где ты находишься, там, где ты есть, там есть огонь. Итак, когда мы это понимаем, тогда мы также понимаем, что мы храм Святого Духа. Пожалуйста, включите для меня номер один. Смотрите. Конечно, вы об этом знаете. Если для кого-то это старые новости, я все равно хочу об этом рассказать. Вот так Бог смотрел на скинию в Ветхом Завете. Братья и сестры, таким образом должен выглядеть наш Дух. Но, к сожалению, все не так выглядит. Мне нравится эта картинка, потому что видно и огонь, и славу, и дым, но не видно деятельности во дворе. Теперь, когда мы понимаем Псалом 100, Псалом 100, сейчас вы должны начать слушать меня. Пожалуйста, слушайте меня внимательно, потому что сейчас я начинаю проповедовать. Вы готовы? Я готовы! Готовы ли вы? Аминь! Аминь! Хорошо. Сейчас мы начинаем. Библия говорит нам в Псалме 99. Мы говорим о том, что входите во дворы его со словословием, с хвалой. И потом написано третий шаг, где написано «И благословляйте Господа». В четвертом стихе. Это слово «благословить» означает «барак». Звучит как «барак». Это означает «простираться». Простираться в поклонении, в восхищении, в смирении. Когда ты изливаешь себя. Другими словами, когда ты входишь в его дворы с благодарением, в его дворы с хвалой. И потом Библия говорит, чтобы мы продолжали до того самого места, до барака, до места общения, до места славы Божьей, святого святых. Это не тропа. Мы можем сразу заходить в присутствие Божьей. Но насколько я могу судить, когда путешествую? Пожалуйста, графику номер один включите. Именно таким образом должно быть. Мы входим. Если тебе нужно покаяться каким-то образом, тогда приходи к поклонению и поклонение кайся перед Богом. И потом иди прямо в присутствие Божьего, Бога Всемогущего. На самом деле могу сказать, что в 95 случаях, процентах, когда я прихожу, я не вижу. Но нахожу вот подобное. Внешний двор в Ветхом Завете был местом деятельности. Именно туда они приносили животных для того, чтобы их заколоть. Именно это происходило там. С правой стороны вы видите, что кто-то пытается, кто-то поклоняться Богу, а слева мы видим, что священники заняты разной деятельностью. Это пророческое откровение для кого-то здесь. Бог говорит кому-то прямо сейчас. Это слово для тебя. Когда человек приносил животных для того, чтобы пожертвовать их, священник проверял Агнца, а не человека. Агнец должен был быть совершенным, а не человек. Но что делает сатана? Есть кто-то на этом собрании, который пытался покончить жизнь самоубийством, планирует самоубийство, потому что твоя собственная жизнь для тебя находится в совершенном хаосе. Потому что сатана, он делает как раз-таки ударение на человека, а не на Господа. Вау! Аминь! Агнец должен был быть совершенным, а не человек. А что делает сатана? Сатана, он берет и делает ударение на нашу слабость, на наши проблемы, на то, что мы можем или не можем делать. Ты и я, мы... Мы не подходим для сатаны, но Иисус подходит. О, наш Агнец! Аллилуйя! Аллилуйя! Поэтому сатана поворачивается. Он все поворачивает, все наоборот, выворачивает все. И он делает ударение на человека, а не на Агнца. Но когда они приносили Агнца, они, священники, смотрели именно на Агнца, а не на человека. Он должен был быть совершенным, идеальным. Только в Иисусе Христе. И только в Иисусе Христе мы с вами сильны. Но молитвенная жизнь многих людей выглядит таким образом. Мы все время пребываем во внешнем дворе, там какая-то деятельность происходит. Но на самом деле не было никакого откровения. Когда ты приходишь в внешний двор, там свежий хлеб, там завеса была разорвана, и во святой святых теперь мы можем зайти. Шакайна, слава Божья! Наша жизнь. Я осмелюсь сказать, многие в этом месте. Также я сама, когда сидела еще в этом кресле инвалидном, многие наши ходатайства выглядят именно вот таким образом. Так много наших молитвенных жизней. Пожалуйста, Господь, благослови это, сделай то, сделай все. Мы молимся за это и молимся за то. То есть все касается только какой-то активности. И мы думаем, почему мы теряем страсть. И мы думаем, почему мы такие сухие, почему мы такие истощенные, почему мы такие сожженные. Да потому что так много нашей молитвы, они сосредоточены на том, что мы хотим, на разной деятельности, вместо того, чтобы просто войти по святой святых и поклоняться Богу. мы являются, что мы хотим, чтобы мы летим в Боге. Почему он сказал, что, когда я езжу по разным городам и встречаю ходатай, они говорят, мы так устали, мы так атакованы, нам так трудно, нам так тяжело. И мы едем из конференции, с конференцией, и становится время от времени лучше, и потом мы едем домой, и потом наша жизнь духовная, она опять падает вниз, и мы все время, как человек, идем вверхний, сверхний, 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 и постоянно. Это потому, что так много в нашей жизни сосредоточено на деятельности во внешнем дворе. Не вы, вы все выглядите так свято сейчас. Кто понимает, о чем я говорю? Те, кто поняли руку, придите сюда вперед, я помолюсь за вас. Да именно в этом проблема в церкви, включая меня, время от времени. О, особенно, когда ты видишь какое-то служение в своей собственной силе, в своей собственной способности. И, конечно же, мы молимся и благословляем, но дело-то на самом деле не в той конференции, не в том евангелизации, не в этих деньгах. И мы так много ходатайствуем, но вместо этого, и вместо поклонения мы говорим, вот это, вот это, и вот это, и то, что нам нужно. Но целый список есть всего. Когда Бог говорит, не переживай об этом. Твой Отец знает, что тебе нужно. Аминь. 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 И приходит сухость. Дайте мне следующую картинку, пожалуйста. Так много в нашей молитвенной жизни выглядит вот таким образом. Да, мы входим во святое святых. Да, мы входим в это место. Иногда в нашей молитвенной жизни, когда мы прошли уже внешний двор, если я осмелюсь так сказать, мы все-таки справились и прошли дальше. Многие церкви именно заходят в это место, когда получают это откровение. Следующая графика, пожалуйста. И здесь мы получаем слово откровение. Здесь мы получаем. Мы приходим в место, где мы даже молимся из Писания. И мы благословлены и в восторге находимся от этого. Мы получаем свежее откровение, свежий хлеб. Но это еще не то, не святое святых. Еще не там. И мы церковь, мы церковь во многом забыли в нашей молитвенной жизни, лично и я должны забыть, как позаботиться о храме, как быть в Шакайна, в Божьей славе. Но если мы туда войдем, 14 лет, вы помните, я молил Азеранхерда. Сегодня я веду служение по всему миру. Слава Богу за мою команду, слава Богу. Да понимаете? В нашей молитвенной жизни мы молимся немножко, поем пару песен, поем немножко и молимся на языках. И потом мы входим в эти дворы. Да, мы даем Богу хвалу, и это замечательно. И мы, может быть, даже заходим в малый двор, получаем откровение. Но церковь, разве вы не понимаете? Бог хочет общаться с тобою совершенно в другом измерении. Именно это Библия говорит, восседать в небесных местах. Когда мы приходим к месту, месту, где дело не в том, что мы хотим, не в том, что мы делаем, а это касается нашего возлюбленного и только его. И это стало моим секретом. Я сказала, Бог, я должна поклоняться совершенно в другом измерении. Я должна прийти в небесные места. Я должна прийти на твой уровень откровения. Я должна прийти к тебе. На твой уровень силы. На твой уровень понимания. Я должна продавить к самому Богу, туда попасть. Именно там был Енох. И это возможно для тебя. И для меня. Тогда мы поднимаемся, когда мы начинаем молиться совершенно по-другому. Потому что тогда мы молимся с небесной перспективой, а не с человеческой. Мы с небесной перспективой молимся за землю, как бы, понимаете, сверху. Бог может двигаться на земле через свой народ. Он может делать то, что Он хочет. Но Он решил двигаться через свой народ. Поэтому все, что Бог хочет сделать на земле, Он будет делать через тебя. Поэтому Он должен поднять тебя на свой уровень. Чтобы ты был на Его уровне. Чтобы ты мог оттуда влиять на землю. Чтобы произошло, как в молитве. Да будет воля твоя на земле, как на небе. Не такая, как на земле. Пусть она будет на небе. Нет, как она на небе. Пусть она будет такой, на земле. Сейчас. 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 Итак, как же нам туда попасть, Чузет? Как нам туда попасть, Чузет? Вот чему я научилась. Следующая графика, пожалуйста. В моей жизни я научилась. Пожалуйста, откройте графику номер один, если возможно. Я научилась следующему. Особенно, когда я была в инвалидном кресле. Особенно, когда дьявол пытался убить меня. И я отчаянно нуждалась в исцелении в моем теле. И люди на высоком уровне говорят, чтобы закрывать мою министерию. И люди на высоком уровне говорили, закрыть мне свое служение. Но Бог сказал, Сюзет, не сфокурсируйся на своей ноге. Сфокурсируйся на мне. Они хотели ампутировать мою ногу. И тогда я осталась бы в инвалидном кресле на всю жизнь, если необходимо. Но я научилась слушать, и это произвело революцию внутри меня. Конечно же, я научилась, когда я молилась. Входить во дворы Божьи. Мы делаем это все. Слава Господь, мы славим Тебя. Мы поклоняемся. Я молюсь в пять утра. Как ты молишься, Сюзет? Моя жизнь очень простая, я вам точно говорю. Очень простая. Я не делаю ее слишком сложной. Я делаю ее простой. Я просыпаюсь, выпиваю чашку кофе, умываюсь и начинаю размышлять на словах. Поэтому я встаю с кровати. Может быть, я включаю какую-то музыку, даже поклонение. И я начинаю молиться на языках. Иногда я пою вместе с музыкой. И вы знаете, как хорошо вы можете петь с музыкой в ваших ушах. И я иногда думаю, Бог смотрит к небесу и говорит, о, Сюзет взяла микрофон. Все будет вне тональности. Мое пение убивает... Мне жаль моего соседа, но это его проблема, а не моя. Когда я начинаю говорить с Богом, любить Иисуса, что же я делаю? Я вхожу в Его дворы. Да. Я вхожу в Его дворы со словословием. Может быть, я благословляю Господа и говорю, спасибо, Дух Святой. Я делаю это. Но потом... Я говорю, доброе утро, Господь. Ты благословил мою ночь, Господи, но она была короткой. Поэтому я говорю, доброе утро, Иисус. Я иду, я иду, я иду. Сейчас быстренько чашечку кукуев выпью, и я иду. Я начинаю молиться. Как, Сюзет? Может быть, на языках. Может быть, с музыкой. Но потом... Мой дух фокусируется. Понимаете? Есть тысяча всего, что пересекает мой разум. Это проблема, и та проблема, и то, и все. И это еще, и та семья. И в этой стране, и там Крузейд, и там работники. Но я научилась. Вот чему я научилась. Это революционировало мою жизнь. Вместо того, чтобы ходить сначала во дворы, и потом молиться, и потом входить в дворы, и вот сейчас есть деятельность разная, которым можно помолиться. Я целенаправленно все это дело игнорирую. И я обхожу это все дело вокруг. Аминь! Аминь! И я сразу бегу во святое святых. И я начинаю поклоняться. Сфокусируюсь на Иисусе. Я молюсь о помазании. Я не молюсь, извините, о помазании. И не молюсь о собрании. И не молюсь о проповеди. И не молюсь о прорыве. Я просто люблю Иисуса Христа. Я Его девочка. Я Его девочка. Аллилуйя! Давайте, скажите Аминь вместе со мной. Я просто люблю Его. Я просто говорю Ему о том, какой Он замечательный. Я просто поклоняюсь. Иногда в песне. Иногда ничем. Никаких слов. Ты подумаешь иногда, что Я сумасшедший, если будешь со мной наблюдать. Иногда я лежу на том полу и смеюсь, там и смеюсь, и смеюсь. Одна. Ай, одиношенька. Ты не прав. Ты не прав. Даже вчера вечером у меня был партнер. Святой Дух. Аллилуйя! Давайте, скажите Аминь. Я позволяю Духу Святому накрыть меня. Я смеюсь, и смеюсь, и смеюсь. Одна там, одиношенька. Кроме небес. Небеса со мной. Скажите Аминь. Другие времена. Я подпрыгиваю сама в своей спальне и начинаю танцевать. Я танцую вместе с Богом. Радуюсь в Боге. Свобода. Кто сказал, что молитва должна быть скучной? О, но это твоя личность. Ты просто сама такая эмоциональная. Ты не прав. Святой Дух – это радость. Святой Дух – это огонь. Аминь. Аминь. Иногда, особенно когда куча всего происходит, и ты под атакой, и тебя обвиняют, может быть, в чем-то. Или угроза террористического взрыва. Извините, угроза смерти, что мне угрожают, что убьют меня. Вы знаете, их только много приходит, что я больше на них не обращаю внимания. И тот говорит, да мы эту женщину убьем. И тот говорит, что мы эту женщину убьем. Я уже больше внимания на это не обращаю. Да, были люди на разных крузетах, которые говорили о том, что придут и убьют меня. Но знаете, что я об этом говорю? Они не смогут меня убить, даже если попробуют. Потому что я уже умерла в Иисусе Христе. Аминь. Моя жизнь, она уже на алтаре. Когда я говорю моей команде, в день, когда пуля влетит в меня, даже не пытайтесь воскресить меня из мертвых. Оставьте меня. Аминь. 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 И вот мы отдаем себя Богу. Особенно, когда все это вокруг нас происходит. Все это атакует мой разум. Все эти проблемы, все эти трудности, и работники, и деньги, и так далее. Стадионы, и так далее. И тогда вдруг мне нужно молиться. Поэтому я поклоняюсь Богу. Я вхожу в Его дворы. Благодарю Его утром. Обхожу вокруг проблем. И начинаю любить Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Сфокусируй свой дух на следующем измерении. До тех пор, пока мой дух не сфокусируется на Боге. Иногда я совершенно в тишине нахожусь там. А иногда плачу. Другие времена. Иногда в тишине стою перед Богом. Люблю Его. Он мой друг. Он мой партнер в одиночестве. Он мой автор. Он все мое. И я люблю Его. И как Он хочет. И если Он хочет. И когда Он хочет. И тогда после того, как я поклонилась Ему. Иногда это 10 минут. Иногда это 5 минут. Иногда это полчаса. Но большинство времени. Я теряю, честно говоря, ощущение времени. Иногда Дух, что останавливает меня, я говорю, слушай, Сувет, перестань. Остановись. Душ прийми. Тебе нужно проповедовать. Иди готовься. И я говорю, о, мне нужно торопиться. Потому что, когда ты занят Богом, Он фокусируется в твой Дух. Ты приходишь туда, в небесные места. Когда ты движешься с Богом. Божье видение. Божьи планы. Божье решение. Божье желание. И тогда, после того, как это закончится, тогда, теперь тебе нужно вернуться. Помните, что я делал раньше? Помните, я раньше была в внешнем дворе, ходила во дворы, и потом со словословием, потом вокруг проблем, и сразу во святой святых. Поклоняйся Иисусу Христу. И потом, после того, как я поклоняюсь Ему, теперь Он приходит в словословие народа людей. Он не смотрит сверху вниз и говорит, о, посмотри на них, Купс или Кенни, миленький, новенькую песенку поют. Нет. Он уже не может помочь себе. Он приходит. Приходит для того, чтобы наслаждаться молитвой и хвалой. Он мой молитвенный партнер. И теперь я встречаюсь с этими проблемами. Вместе с Божьими способностями. Вместе с Божьим видением. Вместе с Божьим помазанием. Небеса! Атакует землю. И теперь мы можем войти в эти дворы. Теперь мы можем помолиться в Писаниях. Теперь у нас может быть откровение. И теперь я сталкиваюсь с этими проблемами. Теперь я могу молиться за них. Номер один. Номер два. Номер три. Номер пять. Иногда только один. Но есть еще двадцать больших проблем. Я молюсь об одной. А он мой партнер. Я молюсь о том, что он хочет, чтобы я молилась. А другое это его проблема. Давай, скажи аминь! Давай, скажи аминь! Аллилуйя! 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 А что мы делаем, как церковь? Мы входим в его дворы. Мы входим в его ворота. Мы входим в его дворы. И мы думаем, что мы промолимся во святое святых. И это неправильно. Мы думаем, что мы сможем промолить. Все, перестань. Иди к Богу. В небесные места. Это то самое место. Сейчас. Сейчас обходи их. Игнорируй эти все проблемы. Эти все трудности. Сфокусируйся. Сфокусируйся в своем духе. Поклоняйся. Поклоняйся. Пусть Бог придет. Пусть Бог придет. Пусть Бог вовлечется и станет твоим молитвенным партнером. И с этой позиции. Ты и Бог. Вы идете и сталкиваетесь с проблемами. Номер один. Номер пять. Номер десять. Номер восемь. Или ни одной. Это его проблема. Аллилуйя! Скажи «Аминь». Давай, 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 давай. Аллилуйя, Иисус! Хлопай Иисусу Христу! Хлопай Иисусу Христу! Иисус, Иисус, Иисус! И потом твоя жизнь, она не будет сгоревшей Дьявол, враг пробуждения Кто из вас слушает? Вы слушаете меня? Я хочу, чтобы вы быстро пошли со мной Мне это нравится, очень нравится Это восхитительно Вы знаете, я в восторге, когда люди говорят о святом святых Они стоят так, как будто они в трансе Извините, пожалуйста Это неправда О, святой святых, это не просто стоять Все думают, когда ты зайдешь в святой святых, там должно быть Тихо, 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 тихо Люди, вы больше ошибиться, чем это не можете Святой святых, это самое активное место, которое вы можете найти Потому что Бог сам там, там Когда ты приходишь во святой святых Когда ты в этом месте общения Когда ты в этом месте общения, поклонения Богу Я не каждый день прорываюсь на этот уровень Но очень, 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 очень часто Чаще пробиваюсь В это место, где я начинаю двигаться В духовном измерении, в новом измерении В месте, где ты ходишь с Богом С Божьим видением С Божьим пониманием С Божьим откровением С Божьим развлечением Потом ты понимаешь Потом ты понимаешь, почему можно сказать Никакого дождя не будет три года На этом уровне Когда ты во святом святых Ты должен понимать что-то очень важное Три мужчины, пожалуйста, подойдите ко мне Быстренько, пожалуйста, подойдите, помогите ко мне Может быть, кто-то из ваших лидеров может уже подойти Раз, два, три Я не кусаюсь, пожалуйста, впреди Хочу вам привести пример один Пожалуйста, встаньте вот здесь Я просто использую это как иллюстрацию Пожалуйста, вы могли бы вот так встать Чтобы у меня было место для танцев Пожалуйста, брат, вот сюда Итак, ради иллюстрации Бог Отец Бог Сын И Бог Святой Дух Я делаю три только для иллюстрации Пожалуйста, поймите меня Мы у нас только один Бог И особенно если ты в мусульманских странах Это очень важно помнить Они говорят, мусульмане, что у вас три Бога, а у нас только один Нет, у нас нет трех Богов У нас один Бог У него три личности Но я хочу использовать это как иллюстрация Можно? Хорошо Итак, когда ты приходишь во Святое Святых Когда ты приходишь в это место поклонения Где Бог наполняет твой дух Где ты Помоги мне, Господь Помоги мне, Святой Дух, выразить это Я даже не знаю как Помоги мне Я даже не знаю как сказать это вам Понимаете, дело не в какой-то форме, методе И даже не касается мурашек И никакого чистого Это даже не касается атмосферы Это его характер Это его святость Это о том, кто он такой сам Когда ты приходишь в это место Ты общаешься с триединством Что означает, что когда ты во Святом Святых Ты начнешь течь с разными атрибутами триединства Помоги мне, Дух Святой Я это повторю Когда ты вошел в это место поклонения с Богом Где ты изливаешь свое сердце перед Ним И ты говоришь к Нему И теперь ты приходишь к этому месту Месту тишины и ком бы ни было Из-за того, что ты с Богом Ты начнешь течь И действовать в разных атрибутах Божьих Отец был тем, который говорил Да будет свет И был свет Он тот, кто говорил Да будет свет и свет стал Он говорил снова и снова и снова и снова Итак, когда ты приходишь во Святое Святых Под этим помазанием Ты начнешь говорить в духовном уровне С атрибутами Бога Отца Вот говорит Слово Господне Индия, слушай Слово Господне Швеция, слушай Слово Господне Норвегия, слышай Слово Господне Слушай Слово Господне Франция, слушай Слово Господне Латвия, слушай Слово Господне Ты один в своей кровати Ты один там Но ты разбираешься с мировыми масштабами Ты в другом измерении Ты в небесных местах И тогда то, что Он говорит, ты говоришь То, что Он говорит, ты говоришь И ты движешься в духовном Или Может быть в этот момент Сострадание Иисуса Который пришел на эту землю Ради больных и умирающих, потерянных Будет течь через тебя И ты будешь чувствовать то, что Он чувствует И ты будешь слышать то, что Он слышит И эта боль станет твоей болью И эта печаль станет твоей печалью И Его радость станет твоей радостью И там, в этом святом святых Ты будешь плакать о потерянной Ты будешь молиться Ты будешь чувствовать то, что чувствует Иисус Поэтому не говорите со мной о том, что у меня нет бремени из-за потерянных. Люди говорят, ты не знаешь бремени, а потерянные. Слушай, ты знаешь его, когда ты был в Звятом Святых. Потому что его сердце будет твоим сердцем, его боль станет твоей болью, его печаль станет твоей печалью. И его победа станет твоей победой. Понимаете ли вы это? Понимаете ли вы это? Или, может быть, атрибуты Духа Святого начнут проявляться через тебя. И Он сделает так, что Иисус больше откроется тебе. И Он покажет тебе, кто ты. И Он покажет тебе. Он твой советник. Он твой помощник. В твоих слабостях. Не в твоих силах, в твоих слабостях. Он поможет молиться нам в наших слабостях. Он мой помощник в моих слабостях. Иисус Христос сказал, Иисус Христос сказал, Иисус Христос сказал, что придет тот после меня, который будет крестить вас огнем. Его слова будут, как огонь в твоих устах. Святой Дух — это огонь. Вы примете силу, когда Дух Святой сойдет на вас. И там во Святых Святых вы найдете огонь, страсть, цель, остроту, силу, помощь. Из-за того, что ты общаешься с Тридинством Божьим. Это Святой Святых. Похлопайте для всемогущего Бога. Именно поэтому Псалом 44 говорит нам, «Минтунга — это скрива из пенна». Именно поэтому Бог мог говорить к Илье «Первое царство 18.1». «Первое царство 18.1». «Извините, Третье царство 18.1». «Тогда Илья сделал так, и мы знаем всю историю о том, как он построил жертвенник, и так далее, и так далее. Мы знаем, что огонь сошел. Но обещание это было не в огне, обещание было в дожде. Но мы иногда застреваем в огне и в нашем опыте, в переживании. Но Илья это точно знал. Поэтому он побежал на гору, и он голову засунул между коленами и молился «Дождь!» И этот человек, который только что огонь с небес сверл, однажды помолившись, «Нету дождя!» Второй раз «Нету дождя!» И он «Дави, Илья! Продолжай! Стучи!» И потом маленькое облачко появилось с размером с ладошкой человека. Почему? Да потому что Илья знал. Он знал. Он знал в этом самом месте, в месте общения с Богом. Он должен был говорить на Божьем уровне. Дождь! Видите? Видите? Тогда ваш храм выглядит по-другому. В нем есть огонь. В нем есть ревность. В нем есть острота. В нем есть развлечение. Ты движешься на Божьем измерении. Я хочу поторопиться, я почти закончила. Когда ты общаешься во Святом Святых, я уже говорил о поклонении. У меня нет времени учить вас даже об одном аспекте поклонения. Жалко, что у меня нет времени. Во сколько я должна заканчить? В 12 часов должна закончить. Тогда у нас есть единство. Ты пребываешь в единстве. Ты знаешь, что ты пребываешь во Святом Святых. Там нет ревности. Три единства не завидуют друг другу. Чем больше ты пребываешь во Святом Святых, тем больше ты освобождаешься от своих проблем. и тем больше ты пребываешь с другими людьми. Во Святом Святых нету ревности, извините, зависти. В Псалом 122 написано, «О, как прекрасно для братьев пребывать в единстве вместе». Вы знаете это местописание. Мы знаем, что это единство, это слово «единство» значит симфония, непротивоположность. Это не значит, что мы все должны выглядеть одинаково. Это значит, что мы все должны петь песню «Освобожденных». Чем больше ты пребываешь во Святом Святых, тем больше ты будешь движим в атрибутах Божьих, тем больше единства придет в твою жизнь, в твою личную жизнь. Тем больше смирения придет в твою жизнь, и ты услышал об этом в прошлый вечер. «Если мои люди смирятся передо мной и помолятся». И я хочу закончить на следующем. Я хочу закончить на Еремии 31 главы. Еремия 31 глава. Здесь обещание о Святом Святых. 12 стих. «И они придут и будут петь на горе Сион, изливать благость Божью. новое вино и новое елей. И молодые сердца. Их душа будет как политый сад. Поэтому они придут и будут петь. Будет радость. Они будут радоваться, поклоняться, смиряться. Они будут радоваться, поклоняться. Они будут приходить и поклоняться. Они будут приходить и петь. Они будут приходить и радоваться в этом месте святости. И тогда я, Господь, сделаю что-то. Когда ты сделаешь это, я сделаю, я тебя укреплю. Я дам тебе новое вино, елей. Это значит помазание. И твоя душа будет как политый сад. разве это выглядит как будто ты уже сгорел? Берите, друзья, со всем уважением к вам, если вы потеряли этот огонь, эту остроту, эту простоту, эту детскую радость в любви к Иисусу, это означает лишь то, как на втором рисунке, что вы живете во внешнем дворе. Ваша молитвенная жизнь существует лишь во внешнем дворе. Следующий, пожалуйста. Следующий, Картр. Ваша молитвенная жизнь занята деятельностью разной. Ваша молитвенная жизнь стала какой-то тропой. Бог это, и спасибо за это, и мы молимся за то, и мы молимся за все. и пятнадцать, и полчаса молимся. И когда Бог говорит, когда ты позволишь Богу говорить, когда ты Богу позволишь привнести Его атрибуты, тогда ты будешь освежен. ты будешь освежен, как хорошо политый сад. И тогда, и тогда, Стефан, пожалуйста, приди еще раз ко мне. Извините, пожалуйста. Давайте я еще раз вам покажу кое-что. Извини. Если я сделаю это, если я сделаю это, и теперь, давайте скажем, что это Бог, я буду использовать это как пример, и теперь Он во Святом Святых. Конечно, Бог везде, Он внутри нас. Но когда я прохожу, и я люблю Бога, и вхожу в Его дворы, я люблю Его, люблю моего Отца, и я вхожу, обхожу проблемы все, и общаюсь вместе с Ним. И я теку в поклонении, в этом месте, где я опустошаю себя. Я опустошаюсь. И тогда я позволяю Богу поднять меня в небесные места. Теперь Его видение становится моим видением. Теперь мы общаемся в месте единства, в месте, где мы становимся чем-то одним. И тогда я называю вещи существующими, даже если они еще не существуют. Теперь я могу говорить то, что я могу призывать то, что еще Римлянам 4 глава. То, что еще не существует. Я называю его существующим, даже если оно еще не существующее, с Богом, с Его атрибутами. Я высвобождаю это в духе. тогда я одна в кровати, в своих слабостях. И миссионерское поле бывает очень-очень одиноким местом. Это очень одинокое место бывает место, миссионерское. Но именно в этом месте, этим утром, когда я молюсь, когда я прихожу к Богу, и до моих крузей до всех, во имя Иисуса Христа. Я срываю этот рак, я повелеваю тебе умереть. На небеса, на небесном месте, я провозглашаю, что то, что есть на земле, пусть будет на земле. Умри! И вы видите, как люди выходят из моих собраний, как на картине вчера вечером. Ты бомбардируешь проблемы во имя Иисуса Христа. И Иисус заплатил за это исцеление, я называю Его существующим во имя Иисуса Христа. Ранами Иисуса Христа вы исцелены во имя Господа Иисуса Христа с Божьей силой, с Божьей силой, с силой Отца, с атрибутами Бога Отца. Говори! АПЛОДИСМЕНТЫ Как в Пекамбару. Как в Пекамбару. Была маленькая девочка. Я помолилась за нее в тот день. Как я молилась. Господь, у меня нет мужества стоять перед этими людьми, перед ста тысячами. Я просто женщина. Я молитвенница. Я просто женщина. Поэтому я побежал оба святой святых. И я спряталась в Боге. И потом, с этой позиции общения, я поднимаюсь и я говорю. В тот день, вдруг, из моего духа, ты дух смерти! Во имя Иисуса Христа! Я запрещаю тебе! Но я одна была в спальне. Там не было никого. А что, если я сделаю ошибку? Не переживай, Бог не свалится со своего трона. Говори! Святой Дух будет вести тебя. Он будет направлять тобой. Аминь. Он там, чтобы помочь тебе в твоих слабостях. В тот вечер, на собрании, в конце собрания, мы уже закрывали это собрание. Одна женщина подошла ко мне. И она сказала, пожалуйста, помолись за моего ребенка. И я, 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 медсестра, я посмотрел на ребенка и говорю, Боже, этот ребенок уже умер? Я попыталась найти какие-то пульсы или еще что-то. Ничего не было. Я сказал, О, Иисус! Ты дух смерти! И я взяла этого ребенка. И я стал кричать, Боже, Иисус, ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Пусть атрибуты Иисуса Христа текут. Я взяла этого ребенка. Я сказала, Во имя Иисуса Христа, Благодать, Благодать. И тогда мать, она начала плакать. Я сказал, Помолчи! Дыши, дыши во имя Иисуса Христа. Ты дух смерти! Я запрещаю тебе! И маленькая девочка начала дышать. Аллилуйя! 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 И аллилуйя! Почему? Потому что я такая сильная? Нет! Потому что я общаюсь с атрибутами. И с этого места я иду в силе. И я называю то, что несуществующее, как существующее. Аллилуйя! И таким образом его видение становится твоим видением. И ты чувствуешь, как он чувствуешь. И ты течешь там, где он течет. В радости, в свободе, и в огне, и в страсти, и в свободе. Танцуешь по всей комнате. Иногда смеешься. Иногда плачешь. Иногда в тишине. Иногда громкий. Иногда военственный. Иногда я ничего. И моя молитвенная жизнь восхитительна. Пожалуйста, команда прославления, поднимайтесь с этого места. С этого места. Я движусь. Из... Завтра? Завтра я опять пойду. Этим днем, когда... 2.30 буду проповедовать. Я в 2.30 не буду доступна. потому что я должна затронуть огонь, чтобы передать огонь. Я должна быть во святом святых, чтобы принести что-то от Бога. Или наша проповедь станет скучной. Она станет методом. что-то, что мы проповедуем, потому что это работало вчера. Это станет тем, что мы проповедуем, только потому, что это работало вчера. Аминь. Кто из вас понимает, о чем я? Аллилуйя. Аминь. Я хочу, чтобы вы все встали. Я хочу, чтобы вы закрыли свои глаза. Я хочу, чтобы вы любили Бога сейчас. Я пообещала Господу. Куда бы я ни пошла, и где бы я ни проповедовала. Господь, я не буду молиться я не буду промоливаться во святой святых. Я буду промоливаться из святого святых. Кто-то из вас понимает, о чем я? Если понимаете, о чем я. Может быть, кто-то из вас думает, и вы говорите, да, Сузет, моя валительная жизнь находится во внешнем дворе. Тогда я хочу увидеть вас. Мы так сориентированы на деятельность. И я поняла, чем больше я нахожусь во святом святых, тем больше Господь заботится о разной деятельности. Это единственный способ, как я могу выжить. И это единственный способ, как я выживаю среди разных колдунов, разных странных людей. И я избегаю бомб за секунды до взрыва. И я по-прежнему рассказываю все эти истории. Моя жизнь становится жизнью, когда я люблю Иисуса Христа. Я попрошу немножко приглушить свет. Почему ты делаешь это, Сузет? Я просто не хочу, чтобы кто-то смотрел по сторонам и думал, что кто-то за вами наблюдает. Я хочу, чтобы вы закрыли свои глаза. И я хочу, чтобы вы любили Бога. Я пообещал Господу, что где бы я ни проповедовала, если у меня будет два собрания, то одно из них будет посвящено только тому, чтобы любить Иисуса. И именно это мы будем делать сейчас. Несколько минут, может быть, четыре-пять минут, следующее. Пожалуйста, пойдите со мной во святой святых. Он говорит, что возлюбил тебя любовью вечной. «И я изолью свои воды на тех, кто жаждет. И в соответствии с твоей жаждой будет излияние. Я изолью воды на тех, кто жаждет. Я возлюбил тебя вечной любовью. Давайте поднимем свои руки и будем любить Бога сейчас». Я älskar dig О, я höjer min röst För mitt hjärta слängта är att visa Love him, love him, love him. Älskar honom, älskar honom, älskar honom, älskar honom. Люби, люби, люби его. Закрой свои глаза и забудь о людях вокруг тебя. Поднимай свои руки и люби его. Люби его. Люби Иисуса, люби Иисуса, люби его сейчас. Я люблю тебя, Господь. И я люблю тебя, Господь. Люби, люби его сейчас. Люби, люби его. Нормально. Люби, люби его. Люби, люби его. Пroeю в hjälp. Camp Nouleko, ceф-orätt djwit. Закройship of J détruis J détruis lys Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok